В эфире РТВ Подмосковье. 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 ненормированного рабочего дня. Причем для всех сотрудников администрации Балашихи. Причем для всех сотрудников администрации Балашихи и Железнодорожных. И для СМИ. Это все ненормированные рабочие дни. Наверное, вот это сейчас то, что сегодня близким меньше приходится уделять внимания абсолютно всем. Работы очень много. С нас никто не снимал обязанности. Текущей, ежедневной работы. То есть, поэтому сочетание такое. Мы уже к этому привыкли в таком режиме. Уже в нем работаем полностью. Что касается ваших вопросов, уважаемые наши слушатели и пользователи сети, то слушатели нам могут дозвониться по телефону 522 400 в коде 495. И для жителей Балашихи это новый такой номер, потому что РТВ Подмосковье собственно на этом номере уже несколько лет. И наши уважаемые пользователи, которые нас слушают в железнодорожном, этот номер знают. Друзья, вы можете позвонить 522 400 в коде 495 и в прямом эфире задать вопрос Евгению Ивановичу Жиркову. А, соответственно, если у вас есть, если вы пользуетесь электронной почтой, можете отправить нам электронное сообщение. Я сразу же его здесь приму. Почта наша называется Желдор, Дефис, РТВП, Собака, Майл.ру. Евгений Иванович, конечно, радостные и праздничные мероприятия конца года, коим удалось сделать очень много хороших и полезных дел и, в общем-то, порадовать жителей открытием детского сада, порадовать жителям открытием других важных социальных объектов. Но вот сейчас у меня был такой вопрос, который пришел от жителей Балашихи. Он был с таким удивлением, с некоторым удивлением. Его задавал Сергей Королев. Удивлялся он укладке асфальта в Балашихи. Вроде как не сезон для ямочного ремонта, спрашивает наш зритель. И вот в этой связи... То есть мы уже начали работы по этому делу? Или какие-то там нюансы? Да нет. Жители Балашихи, к сожалению, ну, наверное, не приучены к такому, что зимой все-таки тоже существуют технологии так называемого горячего асфальта. Который можно зимой. Если в Балашихе мы сейчас, да, мы принимаем... Если в железнодорожном, вернее, мы применяем этот асфальт уже реже. В основном это частный сектор. Такие, как улица Южная, потому что там ведется строительство жилья. И мы в текущий сезон будем делать там уже капитально дорогу как собственными силами, так и силами Федеральной службы безопасности, потому что они там жилье строят. Они согласны на это уже? А были, да, договоренности, значит, как бы есть определенные протоколы. Это один момент. Что касается Балашихи, то там, возможно, житель Балашихи не увидел этой технологии в предыдущие времена. Но, насколько я знаю, литвой асфальт, в том числе, применялся в Балашихи. Сегодня погода, видите, какая. И, соответственно, ямы выбоины также бывают. Мы же не можем такие ямы оставлять. Но это необыкновенный вот этот простой асфальт. Мы же действительно рассказывали нашим пользователям о том, что... Да, это простой асфальт. ...есть технологии, которая уже позволяет его класть даже в воду. И как я подходил к рабочим, то мы делали сюжет на эту тему. И они говорят, что, вы знаете, вот этот вот литой асфальт, он даже лучше, когда вот, когда мокрое, когда в мокрое закрывается, он говорит, лучше схватывается и держится достаточно долго. Но это не верьте никому, это неправильно. А, значит, то, что даже горячий литой асфальт должен... Желательно, подчеркиваю, желательно. Вымотанную. Конечно, желательно на, как минимум, вычищенную поверхность. Значит, желательно сухую. Но в то же время, именно почему она горячая, эта технология позволяет схватываться именно даже неподготовленной поверхностью. Но надо понимать, что эта технология, она имеет временный характер. Через некоторое время, с учетом того, что все-таки должна быть подготовка, эта часть дороги также разбивается. Поэтому в весенний-летний период, в весенний-летний-осенний период надо приводить эти участки в более благоприятном состоянии. Друзья, напомню, сегодня у нас в гостях Евгений Иванович Жирков. Это традиционный прямой эфир, но единственное в нем отличие, что он транслируется не только в сети интернет, на нашем сайте желдордефисортвп.ком, но он еще идет у нас и в проводном вещании на город Железнодорожный и Балашиху, что теперь, друзья, является, собственно, одним таким городом. Что касается дебатов в отношении объединения, естественно, вопросов продолжает поступать очень много. У нас вот около 20 уже вопросов. Пользователей в группе ВКонтакте было, и пользователей и на наш электронный адрес приходило. И, в общем, звонки были. Но мне хочется сказать, что в общем и целом есть вопросы, на которые жизнь даст свои ответы и точно не глава города. Допустим, вот Наталья Осипова у нас спрашивала, где можно ознакомиться с протоколами публичных слушаний. Но, если я не ошибаюсь, публичные слушания проводил не глава города, а немножко другие структуры. Поэтому я думаю, что эти все... Не понял, результаты публичных слушаний? Да, да, да. Результаты публичных слушаний. Да, пожалуйста, они есть. Слушания проводились, пожалуйста, результаты известны. Они печатались, в конце концов. Какие проблемы нет? Да, ну просто вот есть вопросы, которые беспокоят наших горожан и наших уважаемых жителей. Но основное направление, конечно, это беспокоит финансирование и финансовая база вот этого нового муниципального образования. Как, Евгений Иванович, финансы проговариваются в этом плане? Ну, что значит проговариваются? Финансы. Есть определенный порядок, форма, как это все будет работать. Программа. Да, программа. Мы сегодня две территории имеем два бюджета. Значит, вкупе, вот если бюджет в Балашихе сегодня 6,3, в железнодорожном 3,5, это получается в общем-то 10 миллиардов рублей. но в этом году они будут идти параллельно. Это единственное, что будет идти параллельно в текущем году. То есть, бюджет Балашихи будет работать самостоятельно. Уже принятый, который есть. Уже принятый, да, который есть. Бюджет в железнодорожном самостоятельно. Программы, которые принимались еще в прошлом году, в 2014 году, они будут отрабатываться разными бюджетами. В железнодорожном это такие крупные объекты, как роддом продолжения строительства и Пестовский парк, который не прошел в прошлом году из-за того, что, будем так говорить, что не оказалось участников в конкурсе. А те, кто оказался, он имел подложную справку из Берегательного банка. То есть, гарантию банка закону не имел. Соответственно, аукцион не состоял. Балашиха также будет иметь свои программы и финансировать. Но это только бюджет, который будут оба работать до конца года, а уже на 16-й год будет готовиться уже единый бюджет. Этому будет предшествовать следующее. Первое, это выборы Совета депутатов, избрание головы, менеджера, инаугурация, объединение, вернее, создание новой единой администрации. Это июнь месяц, конец мая, июнь месяц. В июле мы по графику должны завершить этот процесс. С учетом того, что уже будет полностью набрана команда. И все структуры будут расставлены по своим местам, по своим направлениям. А чиновников будет в два раза меньше, депутатов в два раза меньше. Это конец июля. Депутатов мы оставили на уровне 25 человек. То есть, в принципе, вместе 50 получается. Вот сейчас было, да? А будет 25 в одном городе? Нет, в одном городе было, что в Балашихе, что в Железнодорожном, по 25. По 25? Я говорю, было 50. Будет 25. А администрация? А администрация как минимум, как минимум, подчеркиваю, на 30 процентов будет меньше. Это минимум. По администрации чиновники, как правило, набираются из расчета, определенная методика есть, от численности населения зависит. Но, чтобы понимание было, две администрации не будут объединяться. Значит, технология существует, это всем будут представляться уведомления о, значит, как бы, не сокращение, о реорганизации. И уже новый глава, который будет избран, он уже четко будет себе набирать. Одних, вторых, третьих. То есть, как бы, за штат. Евгений Иванович, вот опыт юбилейного Королева, они для вас являются каким-то положительным опытом? Или это все-таки абсолютно разные вещи? Или у вас все по-новому получается в большой Балашихе у нас? Конечно, есть. Опыт, конечно, мы берем оттуда. Без этого нельзя. Но, в частности, вот, допустим, в Королеве две администрации работало до конца 2014 года. Это неправильно. То есть, здесь немножко недодумали. Мы уже имеем такую возможность до конца года не работать. То есть, будут идти параллельно только бюджеты. Но здесь по бюджетам нужно и в последующем, если будут объединяться города Московской области и дальше укрупняться, то, соответственно, эту форму, скорее всего, может быть, через федеральное правительство нужно делать. То есть, соединить два бюджета сразу на сегодня пока невозможно, которые уже рабочие. И даже открыть два лицевых счета очень сложно одной администрации. Но сейчас решаем этот вопрос. Это, наверное, самое какое-то... Это не трудности, но это рабочий момент, который нужно решить. Правильно ли я понял? Если неправильно, вы меня поправьте. То есть, вот этот год, который у нас сейчас наступил, 2015-й, в этом году финансовая составляющая будет идти параллельно железнодорожного, та же, которая принята с советовым депутатом, которая есть, и, соответственно, города Балашихи. То есть, они будут работать обе по тем программам, которые запланированы этими городами. Совершенно верно. И в результате этого, и в ходе этого, только не финансовые, а все остальные структуры будут заниматься тем, что будут объединяться в июле эта административная реформа уже закончится. И двумя бюджетами будет управлять одна администрация. Понятно. Уже с июля месяца. И отчет мы на следующий год отчитываться будем, вот мы с вами начали, с отчета. Про отчет. Мы уже будем отчитываться за... За большую Балашину. За большую Балашину. Уже все федеральные структуры, такие как МВД, прокуратура, следственный комитет, суды, пенсионный фонд. Все приступили к реорганизации. Значит, у кого-то можно оставить там, допустим, два подразделения, ну, например, как налоговая инспекция. А имущественная отношения? Налоговая инспекция останется здесь, и не будут там соединяться. А и в Реутово останется. Ну, межрайонная. Да. В общем-то, но, допустим, МВД будет, одно, прокуратура будет одна, следственный будет один. Вот, знаете, звонок совсем недавно был нашего пользователя, нашего слушателя. Сейчас я быстренько вам скажу, как раз это он в контексте. Значит, это наш пользователь Александр Васильевич Кузнецов. Он говорит вот что. Внучка проживает в деревне Павлино, территория которой относится к Балашихе. Соответственно, скорую медицинскую помощь всегда приезжала из Балашихи. А поликлинику она посещала в Агрогородке. Сейчас, когда железнодорожные Балашиха объединились, имеет ли внучка право получать медицинскую помощь в учреждениях железнодорожных? Уже имеет. Уже имеет. Уже имеет. Александр Васильевич? С 10 января текущего года уже имеет. Все, спасибо. Понятно. Закон вступил в силу, все остальные организационные моменты на это не влияют. Пользователь сети интернет, который у нас зовется НП, спрашивает вот что. В связи с объединением какая судьба ждет нового микрорайона железнодорожного, так как у нас рядом Евгений Иванович Жирков отставлял место под скоростной трамвай в Павлино, и какова судьба пранов по строительству трамвая, потому что есть слухи, что трамвай все-таки свяжет Павлино и Центр-2, или вот что будет с этим трамваем, и вообще есть ли какие-то перспективы все-таки его строительства в эту сторону? Более того, хочу сказать, что сегодня мы движемся в ускоренном варианте, и будет единый генеральный план, мы уже к нему приступили, уже работа ведется, значит, начали мы с самого Балашихи, потому что там отсутствовал генеральный план, значит, ну, теперь уже, когда закон принят, мы решили уже делать единый план генеральный двух муниципальных образований, соответственно, там будет все прописано, и мы трамвай, либо метро, сейчас специалисты тоже думают, легкое, легкое, либо метро, либо подземное метро, что выгоднее, да, этот вопрос тоже не снимается с повестки дня, почему, потому что легкое метро, значит, там, где мы сделали трассировку, не такая уж она, скажем так, мягко говоря, правдивая, надо разобраться, чьи это земли, значит, мы нарисовать-то можем, а дальше мы можем не построить, потому что часть дороги, особенно по Балашихи, идет через лесфон, если вы в железнодорожном, на территории сегодняшнего железнодорожного, все земельные участки муниципальные и они открыты, то в этой ситуации в Балашихи немножко по-другому, но специалисты работают и в генеральном плане это все будет нанесено, я хочу сказать, что эта работа сегодня активно идет, продвигается, и по указанию Андрея Юрьевича, Воробьева, нашего губернатора, министерство транспорта Московской области с нами достаточно активно работает. Вопрос тоже вот был, я сейчас просто не могу его в интернете найти, потому когда увидят жители Балашихи большой генплан, вот то есть, и дорогое ли это удовольствие? Ну, дорогое, давайте на деньги это не переводить, это значит, если надо, я цифру скажу, это станет где-то около 10 миллионов рублей, если в денежном выражении, а по трудоемкости, наверное, вот это самый основной процесс, потому что там много разделов, и мы начали как раз с раздела дороги, то есть, транспортная инфраструктура, потому что мы считаем его сегодня наиважнейшим вопросом, не жилье, а именно транспортная инфраструктура, а сегодня на первом месте, потому что все задают вопрос этот, даже ЖКХ, здрав, третье, четвертое занимает место, ветхий фонд там уже ниже, поэтому дороги именно стоят на первом месте, каждая семья сегодня имеет машины, как минимум одну, более того, кто не имеет ездить на общественном транспорте, вот как раз вы меня подвели, замечательная подводка, спасибо вам, как ведущему, подвели к вопросу Светланы Путина из Балашихи, которая нам задает вот какой вопрос, за последние три месяца, да, 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 за последние три месяца количество пробок внутри Балашихи значительно увеличилось, станция Балашихи из-за большого скопления маршрутных такси притормаживает, и соответственно, чтобы проехать отрезок в 500 метров от Нового Света до фабрики, необходимо час простоять в пробках в любое время суток, очистка улицы, ну, вот, и тут, соответственно, еще, значит, про некачественную уборку вот этих дорог. Вот можно ли действительно как-то обратить внимание на то, что маршрутные такси возле станции Балашиха создают пробки, не дают возможности транспорту быстро ехать? Да, мы знаем эту проблему, значит, и сейчас вот сказать, что мы решим ее завтра, послезавтра, абсолютно будет несправедливо. Мы заказали на сегодня проект по организации дорожного движения, по сегодняшней Балашихе, он вообще отсутствовал, и движение, которое сегодня есть на территории Балашихи, вообще по всему городу, можно назвать хаотичным. Никто его никогда не продумывал, не регулировал элементарные вещи, как светофорное движение, там, стрелка право-лево. В этом году мы начинаем заниматься, и проектирование уже идет. В сезонная работа мы в этом направлении будем работать. Что этот проект предусматривает? Этот проект предусматривает, в первую очередь, это капитальный ремонт всей дорожной сети. Мы потратим порядка 350 миллионов. Знакомая тема. Капитальный ремонт, шоссейный асфальт. Да, только шоссейный, потому что скупой платит дважды, пример таможенец дорожный. Третий год великолепно, дорога держится. И я думаю, что... Тихо-тихо-тихо. Да. Я думаю, что это как раз показатель того, что мы оказались правы. Они каждый год... Но деньги влупили очень серьезные. Ну, еще раз говорю, скупой платят дважды. Посмотрите, третий год, я говорю, мы еще на этих дорогах ничего не делали, кроме колодцев. Колодцы поправляем. Ну, колодцы действительно, надо было больше денег, чтобы их капитально отремонтировать и по уму сделать... Там основа вся старая. Значит, так же будем делать в Балашихе. Это первый момент. Второй момент. Это расширение на перекрестках. Право-лево. Стрелки. Не только стрелки. Это уже светофорный объект. А я имею в виду расширение самой дороги. Уход вправо, чтобы, допустим, если все стоят, и пробка существует. А если кто направо? Нужно давать... Они ее и создают. Они ее создают, да. Мы должны поставить... Уширить дорогу, поставить стрелку, постоянно горящую. Она выключается только на тот момент, когда машины уходят, допустим, налево, и идут пешеходы. Что за специалисты вам помогают в этой работе? Ведь организовать движение... Это Росавтодор и Мосавтодор. То есть государственный компания. В общем-то, да. Это молодые ребята, толковые ребята. Они знают, чем они занимаются. Мы видели презентацию. И ребята тоже общественная организация, Пробка.ру. Мы как-то сейчас более плотно сотрудничаем с Росом и Мосавтодором. Вот этот комплекс. Дальше. Это остановочные карманы для автобусов. Они во многих местах там отсутствуют. Значит, автобус становится, все пробка. И очередной, это очень важный момент, одностороннее движение. На многих улицах будет одностороннее движение на центральных улицах города. Закольцовано, да? Да. Вот такими моментами, но это все продумано, рассчитано. Может быть, на первом этапе кому-то не понравится. Но когда в целом ощутят движение, ведь мы не рассматриваем конкретную улицу, мы рассматриваем в целом территорию. Да нам-то тоже много чего не нравилось, на самом деле. Да, я помню, как в Зеленодорожном называлось. Переломался дороги, бордюры везде понаставили. И площадь, я помню, перекрыли, разобрали. Разобрал. Ну, как хорошо, у нас в Зеленодорожном появилась площадь, ее никогда не было. А сегодня вся, извините меня, тусовка проходит здесь. Да, все на виду. Поэтому это огромный участок работы. Что касается некачественной уборки снега, надо говорить конкретные адреса, не просто, надо с пониманием и посмотреть, что значит некачественное. Если до асфальта, то такого не будет. Я считаю, сегодня поменяли, выгнали из города несколько компаний, которые убирали город, в кавычках. Значит, и значит, зашел Мосавтодор со своими подрядчиками. Ситуация кардинально изменилась. Я не хочу сказать, что прямо уж настолько идеально. Нет, конечно. Но в лучшую сторону. И они сейчас увеличат свой объем техники для того, чтобы ситуация, ну, какая-то реакция была более мгновенная. Евгений Игнатов из интернета. Евгений Иванович, просим организовать возможность рассмотреть возможность грузового проезда транспорта по улице Льва Толстого, который идет в объезд улицы Льва Толстого, по луговому переулку через метро. Можно ли туда дальше грузовики пустить, спрашивает нас и, значит, Евгений Игнатов. Где газовая спорта? Там нельзя сделать. Значит, хорошо, мы туда пустим грузовой транспорт. Мы уже продумывали. Ну, во-первых, там нужно расширять радиус поворота. Большая фура там не въезжает. Мы уже занимались этим вопросом. Это, во-первых. Во-вторых, фуры в основном идут на наши городские предприятия. Значит, мы должны создать условия какие-то для того, чтобы, если даже к метро пускать, как они попадут на эти предприятия. Леоновское шоссе, Евгений Иванович, житель Балашихи беспокоит очень. Подремонтировали, все хорошо, было бы неплохо и замечательно. Спрашивают, почему так много лежачих полицейских на Леоновском шоссе? Прямо через 300 метров полицейский. Ездить надо тише. Да? Да. Бьются много. Потому что, я думаю, что в том числе и кто задает этот вопрос, на хорошем полотне не соблюдают правила дорожного движения. Хочется притопить. Мы в текущем году поставим там скоростные камеры. Вот когда увидим, что соблюдается скорость, мы обязательно эти полицейские уберем. Так, с генеральным планом Юлия Курбанова и с генеральным планом Евгений Иванович сегодня очень подробно сказал. Значит, вот еще какой вопрос. В связи с объединением какая судьба ждет Турлинский парк? То есть, как там будет он себя чувствовать? Судьба ждет парка. Только благоустроенного. Мы обязательно до мая месяца вывесим программу, какие парки будут в первую очередь. Какие. Ну, то есть, в таком плановом графике плановая расстановка будет по ремонту. Но благоустраиваться, очищаться, содержаться, то есть, все будут уже с текущего года. Так, из железнодорожного вопрос. Когда будут ремонтировать или расширять женскую консультацию на Савицком шоссе дом 6, очень маленькая, дыра-дыра, вот если, Светлана Сергеева нас спрашивает, есть ли смысл там ее ремонтировать или уже ждать большой перинатальный центр? Ну, нужно ждать перинатальный центр. Зачем нам вкладывать деньги? Там женская консультация будет на 200 посещений. Зачем нам вкладывать сюда деньги? Как только мы переселим женскую консультацию туда, соответственно, и дальше будем смотреть, как применить это учреждение. Скорее всего, ремонтироваться будет, и также это помещение будет направлено на социальные нужды. Только в какое направление, это уже другое. Андрей Попов нас спрашивал об объединении и, соответственно, о бюджете двух городов. Но здесь мне хочется сказать, что мы уже на этот вопрос некоторым образом ответили. Вот вторая часть вопроса. Есть ли в настоящий момент инвесторы, желающие в кризис вкладывать деньги в строительство технопарков? Если есть, прошу таких озвучить. Сколько будет стоить... А, вот это мы уже ответили вам, Андрей, сколько будет стоить состояние плана, генерального плана двух городов? Есть ли люди, которые желают вкладывать сейчас деньги в строительство? К сожалению, за хорошего инвестора идет борьба. Не только в сегодняшний, в кризисный момент такой. Сегодня в экономике есть вопросы, и здесь еще нужно будет заниматься. Надо достаточно адекватно подходить к трате бюджетных средств. Соглядка, наверное, не надо. программа великолепна, их нужно осуществлять, но в то же время быть осторожным и в любой момент где-то вовремя остановиться. Это один момент. Второй момент, что касается инвесторов, которые готовы построить склады, которые готовы построить мелкие магазины, значит, они в очередь стоят. у нас сегодня позиция совершенно другая, надо развивать достаточно серьезные технопарки, но вопрос справедливый. Вот на сегодняшний день таких даже потенциальных инвесторов нет, но мы как бы активно сегодня ими не занимаемся по причине того, что мы должны сами сформировать пакет предложений для инвесторов. Мы эти предложения будем готовить уже после того, как объединим две администрации. После июля вся команда экономического блока будет нацелена на этот блок. Есть вопрос, присланный на почту нашей редакции от Седов ДЕ. Он очень такой, достаточно большой, и я его сейчас не буду озвучивать, можно я ему отдам? Посмотрите, пожалуйста. Потому что вопрос очень серьезный, связанный с целым микрорайоном города. Мне бы хотелось, чтобы вы с ним разобрались. Как обычно, вопрос нам вернули с ответом. Когда нам отдает пресс-служба главы города ответы на вопросы, которые вы задаете нам в течение эфира, мы их озвучим в программе, которая называется «Обратная связь». Эта программа выходит на радио «Наши Подмосковья», на наших волнах, и, соответственно, в проводном вещании. И вот в Балашихе, друзья, я надеюсь, что в ближайшее время сейчас как раз это все рассматривается к нашими замечательными компаниями РТВ «Подмосковья» и, соответственно, Балашихи сетями трансляционными Ростелекома. И я думаю, что вот это вещание мы уже в ближайшее время наладим на наш большой город, так как у нас корреспонденты есть, которые живут в Балашихе, очень хорошо знают город, готовы работать, готовы рассказывать о жизни города, большого, объединенного. И я думаю, что вам и нам это будет интересна, эта работа. Эфир, который услышали сегодня наши слушатели в Балашихе, я думаю, что это будет первая ласточка к тому, чтобы мы стали выходить в эфир уже на постоянной основе. А я хочу поблагодарить Евгения Ивановича за то, что он пришел к нам сегодня в программу и, конечно, Евгений Иванович, постараться вас пригласить после отчета, может быть, еще с какими-то нюансами и деталями, которые вопросы у нас возникнут. Вопросы возникнут в ходе вашего отчета, может быть, мы поднимем еще. Я вас приглашаю на отчет, достаточно, на мой взгляд, интересно послушать задачи. Хочу сказать, перспектива у объединенного муниципального образования великолепнейшая просто. И дай бог, чтобы мы воспользовались сегодняшним моментом и ускорили какие-то процессы, чем мы сегодня занимаемся. Большое вам спасибо, что пришли. А нас еще ждут новости Балашихи и Железнодорожного в исполнении Веры Безгиной. Спасибо. Спасибо, до свидания. В эфире РТВ Подмосковье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова